Добрый день, дорогие телезрители! В эфире программа «Ставропольский благовест». В эти дни Святая Церковь празднует крещение Господня, которое еще называется словом «Богоявление». Евангелие так описывает это событие. Иоанн Креститель проповедует в Палестине исполнение библейских пророчеств, смысл которых заключается в одном. Господь должен послать на землю Спасителя Мессию, который придет в этот мир и спасет человечество от греха. Иоанн Креститель идет и проповедует покаяние для того, чтобы люди смогли приготовить себя к пришествию Господа, потому что непросто человеку встретиться с Богом. И вот среди этого народа, среди толпы грешников, мытарей, солдат, простых людей, оказывается Христос Сын Божий, о Котором мы знаем, что Он совершенно безгрешен. Иоанн Креститель узнает своего Спасителя и говорит, что же ты делаешь? Разве ты должен креститься у меня? Это я должен у тебя креститься. Я не имею права даже ремень твоей обуви завязать. На это Христос говорит весьма странные слова. Сделай это, потому что так надо исполнить всю правду. Какую же правду надо исполнить Христу? Какую правду Он пришел исполнить на Иордан, находясь в толпе грешников, злодеев, в толпе лукавых, нечистых людей? Ведь мы тоже стремимся к правде. Мы тоже это слово любим. Мы хотим, чтобы к нам относились по правде, справедливо. Мы обижаемся, когда происходит что-то не по правде. И по нашему пониманию, правда состоит в том, что должник должен отдавать свои долги. Преступник по правде должен быть наказан и сидеть в тюрьме. Злодею по правде должно быть воздаяние, чтобы за свои злодеяния он тоже получил в ответ злодеяние. Вот такое человеческое отношение к правде у нас есть. И когда с нами поступают не по правде, мы обижаемся, мы скорбим, мы возмущаемся, мы протестуем, потому что мы хотим, чтобы все было правильно. Так какую же правду пришел исполнить Христос? Его правда только в одном. Он берет на себя грехи мира. Он берет на себя все преступления, неправды, злодейства, измены, обманы человеческие. Все, что происходит в этом мире. Вот она какая правда Божия. Вот в чем она заключилась. Господь приходит не со справедливостью, а с любовью. Каждому из нас, принявшему Его как своего Бога и Спасителя, нужно ответить на эту любовь, на это прощение, и попробовать в жизни поступать по такой правде, которую принес в мир наш Спаситель, с которой Он пришел в мир, и которой Он явил Себя нам как Бога. Рождественские святки завершаются 19 января, в день, когда православные христиане отмечают один из двенадесятых праздников – Крещение Господне. В богослужебных книгах его также называют богоявлением, потому что в тот далекий день, когда Бога-человек Иисус Христос не ради своего очищения, как мы, а ради нашего спасения крестился в Айрдане, Отец Небеса явил Себя голосом с неба, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение, а Господь Святой Дух явился в виде белого голубя». Сейчас в праздник Крещения Господня православные люди считают обязательным окунуться в воду. Считается, что в этот день она приобретает особую чудодейственную силу и помогает омыться от грехов и исцелить болезни. «Традиция погружаться в источники, в водоемы, в реки, она не очень давняя, но, как я уже сказал, очень полюбившись, потому что человек может действительно более таким полным, более ощутимым образом приобщиться к освещенной воде, погрузиться, то есть пережить. И, как правило, люди после этого переживают особо благодатное озарение. Многие люди чувствуют радость в сердце, многие люди очищаются мрадственно, духовно, чувствуют религиозную подгонку. И вот, основываясь на этом опыте, эта традиция стала парсимистой. Люди, как бы, уже события для них, они в день Крещения приходят и помещаются. 19 января сотни ставропольцев приехали на татарские и серафимосоровские источники, чтобы отметить праздник Крещения Господня. Люди выстроились в очередь за святой водой, а самые смелые скупались в ледяной проруби. Окунались в воду по традиции трижды, осеняя себя крестным знаменем. Купающиеся уверяют, эта процедура не только не вредит, но наоборот укрепляет их здоровье. Сергей Макраусов, руководитель Ставропольского филиала Спаса Преображенского центра наркозависимых, рассказывает, что для их организации купание на Крещение уже давно традиция. Мы обязаны в этот день искупаться. В старые времена, если углубиться даже в наше священное предание, то мы видим, что за это, если человек в этот день не погружался в святую воду, то его могли отлучить от церковных танец или вообще отлучить от церкви, если он будет даже способствовать тому, чтобы другие люди не купались, не окунались в этот день. Для меня, конечно, это традиция. Ежегодно в этот день мы совершаем погружение в святую воду всем своим коллективам, своим реабилитационным центрам и не только в этот день. Надо попробовать просто, а потом уже, я думаю, никакие настроения не нужны. Просто ты сам чувствуешь, что это просто словами не передать. Это чувствуется и душевно чувствуется, и духовно чувствуется, и физически, конечно. Во-первых, это здоровье, это закалка, и это таинство, великое событие, которое установил сам Господь наш. После погружения люди поделились с нами своими эмоциями. Конечно, ощущение разово-культурного небыдновения, когда выходишь с воды, там, в террасе оделся, такое ощущение, что заново родился. Советую всем. Первый раз попробуешь, потом хочется каждый год прийти сюда на источник, обязательно искупаться. Когда подходишь к церкви, к святому источнику, понимаете, внутренняя энергия какая-то появляется. Ну, нормально все. Некоторые купающиеся нас особо удивили. Например, Александр, который заходил в воду неоднократно и не просто окунался, а плавал по несколько минут. Скажите, а сколько лет вы уже окунаетесь на это? Два. Года. Не сложно, совсем просто с водой не так плаваете. Тепло. Это потому, что вот душевный какой-то такой настрой. Да, в первую очередь. А готовьтесь как-то к погружениям. Обязательно. Только с молитвой. Крещенские купания продлились до поздней ночи. Всего в Ставрополе было оборудовано 12 специальных крещенских купелей, сделанных в форме креста. В завершении святок молодежь Ставрополя решила сделать посильный шаг в решении проблемы сиротства. Отныне студенты православного клуба святого преподобного Сергия Радонежского при Северокавказском государственном техническом университете будут опекать малышей, крестными родителями которых они стали. Крещение совершил духовник клуба настоятель свято-сергиевского храма священник Александр Гамзяк. Участники клуба вместе со своим духовником уже более пяти лет посещают Ставропольский специализированный дом ребенка. Здесь нашли приют несколько десятков детей от рождения до четырех лет. В течение того времени их могут усыновить. Большинство людей, решившихся усыновить ребенка, интересуются, совершено ли над ним святое крещение. Двенадцать малюток в лице свякрестных родителей обрели еще и попечителей, которые взяли на себя обязательства не только помогать дому ребенка, но и регулярно навещать своих крестников, а впоследствии принять посильное участие в их судьбе. Таинство святого крещения пока главное событие в жизни отказников дома ребенка. Быть может, след за ним по молитвам восприемников станет и другое. Они обретут свою настоящую семью. Мы собрались здесь, в доме ребенка, для того, чтобы совершить великое таинство, таинство святого крещения. Те малыши, которые здесь собрались, они все разненькие, но все пришли в этот мир, все родились. И сегодня будем молиться, чтобы Господь крестил их, купили крещение, и они родились духовно. Пусть благодать святого духа коснется их души и сердца, и ангел-хранитель ограждает их от всякого зла, видимого и невидимого. Ну а все, кто взяли на руки, я думаю, что и молитвенно будет всегда рядышком молиться о них, молиться о том, чтобы Господь укреплял их жизнь, укреплял их силы. Вы восприемники, вы крестные родители. Дай Бог, чтобы, конечно же, они нашли своих родителей, нашли свои семьи, нашли свой очаг. И, конечно же, очень-очень хочется, чтобы Господь даровал им здоровье, укрепил их силы телесные. Помолимся все вместе. Владыка Кирилл поздравил верующих Ставропольцев с богоявлением, настоятельно рекомендовав всем людям посетить Божьи храмы и совершить великое освящение воды, а после праздника, набранной святой водой, окропить свои дома и постройки. Дорогие отцы, братья и сестры, дорогие ставропольчане, позвольте сердечно поздравить всех вас с великим праздником Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Крещение еще по-другому называется праздником Бога явления. И здесь действительно происходит два события. Первое событие, когда Господь наш Иисус Христос, показывая всем нам пример, крещение во имя Святой Троицы, приходит на Ярдан и принимает крещение в водах Ярдана от Иоанна Крестителя. И в момент крещения Господня происходят великие события, которые мы называем Богоявлением, когда над Господом появляется Святый Дух в виде ангела белого, и глаз появляется из облака с неба «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Это был голос Отца. До этого никогда не было еще точного указания на Святую Троицу, потому что еврейский народ жил в окружении языческих народов, почитающих многих богов, и в окружении многобожников, язычников. И поэтому было очень... И неправильно бы им ранее говорить о Святой Троице, о едином Боге в трех лицах. И вот здесь совершилось это Богоявление и крещение Господне. Господь принимает это крещение, чтобы всем нам показать, как и мы должны входить через какое таинство, каким образом входить в святую православную христианскую семью, христианскую церковь. Должны мы входить через таинство Святаго Крещения. Конечно, Он был безгрешен, Ему не нужно было это крещение, но Он все совершает так, как нужно это совершать, и как мы совершаем сегодня верующие православные христиане. В этот день или ночь крещенскую постарайтесь, насколько это возможно, посетить Божьи храмы. Безусловно, поприсутствовать на освящении великой воды, набрать этой святой водички и в течение всего года употреблять ее. Она обычно употребляется натощак, и не только во время болезни, но можно употреблять каждый день. А придется святой водой после праздника Крещения Господня, окропите свои дома, свои жилища, все постройки святой крещенской водой. С праздником, дорогие братья и сестры! И на сегодня это все. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok